Камера! Отличное настроение! Грустные школьники, мотор! 1 сентября день однозначно неоднозначный, потому что, безусловно, все сердечки школьников, которые не любят с утра пораньше вставать, сейчас напряглись, ибо теперь начинается учебный год, и это означает то, что домашняя работа, интриги, скандалы, расследования школьные возобновляют свое действие. И я однозначно, абсолютно, 100% поздравляю, друзья, вас, потому что это очередной новый этап, новый учебный год. Кто-то выиграет какую-нибудь олимпиаду, кто-то влюбится в соседку по партии, кто-то просто придумает, чем будет заниматься по жизни. Ух, вот это вообще последний учебный год, 11-гласники, чего? Ты хотел бы в школу вернуться? А я, между прочим, для этого и побрился, друзья, чтобы иметь шанс почувствовать себя опять школьником, поэтому, ну, хороший день, это первый день осени, и, конечно же, чтобы в жизни не происходило, друзья, мы мыслим позитивно и идем вперед к хорошим целям, поэтому школьникам я желаю отличных отметок, не школьникам я желаю... Это хорошо, подожди. Я счастлив, я не школьник, я каждый день... Да, это тоже круто, мне тоже, я разный не школьник. Ура, не надо в школу идти до сих пор. Эх, ладно, но на самом деле есть люди, кто любит школу, есть, кто не любит, но мне кажется, в основном пацаны там... Лето было круче, да? Ладно, осень тоже будет хорошая, друзья, я вас приветствую, это компьютерная мастерская Happy PC, город Белград, и давайте вас заряжать компьютерным позитивом, сделаем сегодня что-нибудь хорошенького у нас, компьютерной мастерской. Сейчас, давай посмотрим. Раз, два... До свидания. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Ну, не меньше, наверное, где-то десяти ПК, и мы, я надеюсь, что в рамках этого видео, как минимум, парочку из них посмотрим. Они диагностируются, ремонтируются, апгрейдятся, и... ну, это же прекрасно. Выглядело так, как ты просто хвастаешься на СПК, и, знаете, хвастаешься как-то. Да я регулярно хвастаюсь, Петт, ну, это... а чего хорошим не похвастаться? Ничего не вижу в этом такого сильно плохого. Так, давайте же сегодня с вами что-нибудь отремонтируем, хорошенького для наших клиентов. Проблемы разные, что-то не включается, что-то включается, но вырубается, что-то нужно прокачать. И я вот начнём с центрального компьютера, потому что это Aircool. Это Aircool, и у меня написано здесь болт. Корпус Aircool-болт, это же болт? Серёга, ты записывал, да? Я уже и забыл. Серёга, чей болт? Так, на приёмке записали, что это Aircool-болт, но меня ты не обманешь. Я вот сейчас даже переведел, что это не болт. Болт, он выглядит вот так вот. Ставьте, пожалуйста, так, как выглядит болт. Ну, это не болт, я не помню, что это за корпус Aircool, но не суть. Суть в том, что какая у него проблема? Вырубается при нагрузке, скорее всего, проблема с видеокартой. Ну, вот так, со слов приёмщика, не знаю, Никита, наверное, принимал, мы этот агрегат записали. Давайте же посмотрим и разберёмся, что с этим компьютером. Но перед этим осмотрим, что он из себя представляет. У нас видно сразу то, что VTE 600. Это блочок относительно, скажем, бюджетного сегмента, но достаточно неплохой и популярный. В своё время был, да и сейчас, наверное. У него 80 плюс бронз. Нет, почему? У него 80 плюс бронз. Я сказал бюджетный, но он, скажем так, не супер дорогущий, при этом имеет достаточно неплохие варианты. Мы смотрим, видим что? То, что это у нас B450MS2H. То есть материнская плата, которую процессор Intel поддерживать не хочет, но зато очень дружит с AMD-шниками, с какими-то разиночками. Мы видим, бог ты мой, это у нас зефир какой-то. Сапфир. Так, Nitro. А какая? Непонятно. Ну, судя по габаритам, это что-то и по дописанию. Типа 580-590 RX. Я, к сожалению, накличку здесь не вижу и в заказе не написано. У нас P300 и один терабайтник, один из самых дешевых ташиповских стоит, причем он отключенный. SSD-шка 860 EVO. Винандовская. Да и, в общем-то, все. А, и одноканал. Святой одноканал для райзена. Просто идеальная сборка. Поэтому Никита записал, наверное, болт. Вот. Так, одноканал одной планочкой, все. Ничего нету. Смотрим, как тут еще собрано. Собрано, ну, на разных винтах, которые недозакручены. В общем, печаль, боль и, конечно, про какую-то эстетику и красоту. То, что он врубается и подозрения у людей на видеокарту. То есть, он включается у нас и, ну, нормально. Нормально он работать не хочет. Терабатник отключен, я так понимаю, потому что тут написано, что HDD нестабильный. Этого всего. Поэтому вот так вот мы включаем. И давайте... А запуск чего? Запуск что? В смысле с чего? С SSD же. Да. Я же озвучил. SSD-шечка. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Конечно, первое, что нам может смущать, это расположение видеокарты. Как он вообще, не цепляет ли провода? Да вроде нет, но такое себе. На тоника. Ощущение, как будто она кривая, не такого себе. Кривая, как будто она под навесом. Карточка вот, бок. Тянет. Ух ты, глянь, как моросит. Девушка говорят, а не, моросит, походу, это HDMI. Ага, я вот дергаю, смотри, видишь? Полетела морсь какая, прям снежок. Прям как, идеально под картинку подходит. Морость. Ага, я вот дергаю HDMI, и он моросит. То есть, слушай, ну... Поэтому возможные подозрения на видеокарту записали. Так, а что если... Я сейчас, наверное, его отключу. Порты. Я сейчас попробую через дисплей. Потому что если HDMI разбит, а тут как раз-таки высунутые заглушки от HDMI и дисплея. Поэтому давай посмотрим, через HDMI будет ли он себя нормально вести. И что мы теперь делаем? Поскольку он заводится, мы, конечно, его сейчас стрессанем. Если сейчас у нас изображение будет без всяких шумов, то, возможно, это просто, поскольку я дергал, скорее всего, там HDMI немножко уже подуставший. Это дорогая процедура? А эти порты менять? Ну, гораздо более дешевая, чем перепаивать чипы. Поэтому... Итак, друзья. Мориси нет. Мориси. Морис... Мороси. Мороси нету. Соответственно, у нас, скорее всего, топ-лозрение на видеокарту, это было связано просто с HDMI, который себя чувствует не очень. Через DisplayPort картинка абсолютно идеальная. И давай посмотрим с тобой непосредственно систему. Это Ryzen 5 3600. У нас здесь стоит 8 гигабайт одной планочкой. И видеокарточка 590RX. Вот такая вот дуреха. Классная сборка, на самом деле. Полностью AMD-шная, полностью вот на красной стороне. И при этом бодрая по производительности. 590RX до сих пор втянет абсолютно все, что угодно. Да, она не имеет каких-то там... Да ты посмотри на нее размеры. Она может еще вытянуть при желании какую-нибудь многодетную семью. В случае, если ее продать. Потому что ценность ее действительно достаточно крутая. В прямом смысле этого слова. Она до сих пор очень-очень актуальна. Чуть-чуть сейчас на рынке стоит. Я думаю... Слушай, 8 гигабайт 590. Сереж, сколько сейчас примерно стоит? На Авито, ну... Не меньше 15, наверное. А? 15? 15 тысяч? Ну, около 15 тысяч рублей. Это видюха даже на сегодняшний момент стоит. Поэтому она без проблем удовлетворит как бы легко. 5600 и 8 оперативы 590RX. Запущены уже оси сети. Но без пока стресс-теста. В 11 версии .0.11. Красивая такая. И давай мы его стресс-санем. То есть нам нужно понять. Пока что в стоке, в простое, у нас температурки... В общем, ничего супер критического я не вижу. Поэтому я выбираю стресс-тест по питанию. Параллельно еще, кстати, все-таки нагрузим еще и фурмарком. Чтобы это все дело. И посмотрим, как себя агрегат ведет. Причем важный момент. Нужно понимать, что крышку мы закрываем. Я часто допустую ошибку, когда начинают системник лента тестировать без крышки. Это, конечно, условие не то, как он работает. Дом-то он работает вот так, у ребят. Поэтому давай попробуем с тобой глянуть и довести его до состояния, когда он как раз-таки проявляет свою проблему. Ух ты! Мы первым сразу можем наблюдать. Так, врубается при нагрузке. Вот мы нагружаем его сейчас на полную катушку. Давай с тобой заодно посмотрим по производительности. Что у нас происходит. У нас на 100% загружен Proz. У нас на 100% загружена сейчас RX 590. То есть и ведюха, и Proz загружены. И слушай, 81 уже. Причем очень быстро температуры растут. Ведюха при этом прохладная. Ведюхе хорошо. На ведюхе мы пока не переживаем. А вот Proz уже 85. Зашел еще, даже минуты нет стресс-теста. Он уже до 85. Оставляем буквально на минутки 3-5. Чтобы посмотреть, как себя агрегат ведет в таких нагрузочных условий. Но я уже чую, что мы с вами тут... Температура у нас не очень. 86 уже растет. Давайте, пусть парочку минут постоит. Вырубится он, не вырубится. Сейчас мы это узнаем. А термопаста? Ну, пока что первая мысль да. Потому что у нас очень сильно начинает грязь. Уже 87-88. А критическая, по-моему, 3690 градусов, если мне память не изменяет. Если ошибаюсь, поправьте. Температура. То есть он уже подошел к своей критической температуре. То есть 90 градусов. Это многовато для этого процессора. Давай мы, кстати... Как часто термопаста надо обновлять? Да, очень индивидуально. Вообще, если... Бывает, что, может быть, и годами стоять, и все нормально. С термопаста хорошая. А бывает, что каждые 3-6 месяцев нужно обновлять. В зависимости от происходящих. Лучше 93 уже градуса. Это чуть не очень хорошо. Я хотел посмотреть, сколько критической температуры. 3600. Ну, по-моему, у них у всех большинство 90 градусов. У AMD-шечки. Критическая температура. Уже выше. Уже 64 года. А, 95. Максимальная температура 95 градусов. Да. То есть мы вот смотрим, если Ryzen 5 3600 и 95 градусов мы уже пробили. Вот она. Максимальная температура, при которой адекватно может работать. Все. Уже 95 градусов. Но пока он не врубается, кстати, что интересно. Поэтому... Но это не нормально. Это не нормально. Поэтому давай сейчас посмотрим, до скольки все-таки он догреется. Вырубится. Будет ли он вырубаться. Потому что клиент пишет, что он вырубается. И очевидно, что могут быть причины именно связаны с этим. Потому что это, конечно, ненормально. При этом давай посмотрим на частоты. С тобой слушай. Он по частотам еще более-менее адекватно работает в себя. У него базовая частота 3.6. То есть он базовую частоту держит. Он сейчас не турбится. То есть турбо у него отключенный. Он турбился в моменте до 4.1. Но сейчас вот 3.6 у него более-менее все адекватно. Начинают у него какие-то манипуляции происходить с частотой. Хотя нет. 3.6 он плюс-минус стабильно держит. И все. Он зафиксировался на 95. А тут можно посмотреть максимальную температуру. Видишь, выше 95.5 не было по всем ядышкам. Ладно, понаблюдаем немножко еще. И будем, естественно, снимать охлад, смотреть, чтобы он не перегревался. Недолго нам пришлось ждать. Потому что спустя 4 минуты 30 секунд посыпались ошибки по процессору. Куча ошибок по процессору. Аппарат словил синьку. Я сейчас тут успел заснять это буквально. Вот как раз он достиг своей критической температуры. Чтобы вы понимали, как все это дело у клиента выглядело. Он выдает такую синьку и идет в перезагрузку. Вот с такой вот Kernel Auto Boost Lock. Видишь? Всю эту красоту. Вот такая вот ошибочка вылетает у человека. И все, он пошел перезагрузку. Есть причина. У нас очевидная то, что, конечно, это не нормальные такие температуры. У разиночка 3600-й прям пашет на полно-катушку. Давайте посмотрим, что происходит, почему такие температуры. Во-первых, мы видим то, что у нас решение охлаждения процессора у человека боксовое. То есть это... Как его? Где, кстати, моя отвертка? Во! Моя любимая. Мой любимый пистолетик. Пыли не так много, на самом деле. Но неужто... А башенька не слабая? А? Башенька не слабая. Да, конечно, для 3600-го это не идеальное решение, так или иначе. Но, опять же, неужто прям настолько плохо все. Давай посмотрим, что с термоинтерфейсом. Это наш будет первый сегодняшний системничек. Осенний. Да, слушай, это получается первый осенний системник. Как лета прошло быстро вообще? Время грустить будет. Как по мне, достаточно все равно насыщенно. Предлагаю сегодня грустный мужик, слушайте. Да, друзья, слушайте, ну тут просто. Ее вообще тут нет термохи. Чудеса. Может забыли? А? Да, тут просто отсутствие какой-либо термопасты. Разве 5-3-6-сотом. Что предлагают все ситуации сейчас сделать? Очевидно, логично. Достать видюшку, все продуть, хотя бы банально. Вот. И заменить, накинуть и посмотреть, какие будут температуры. Ну, по-моему, все слишком просто и очевидно, чтобы этого не сделать. Поэтому давайте эту вот сборочку, душевненькую, с вами хотя бы символически, в качестве диагностики обслужим и посмотрим, изменится ли у нас температура. Вот тут немножко разбираю, чтобы пересобрать его чуть-чуть покровнее, этот компьютер клиента. И смотрите, тоже такие моментики простые, но очень важные, когда вы собираете сборочку. Во-первых, вкручивают не те винты. То есть, видишь, вот этот люфт, вот видишь, как он люфтит? Это потому что просто диаметр болта, винта широкий более, не те вкручивают. То есть, вот этот нормально зашел, потому что он сюда подходит. Вот шляпка у него другая. А тут этот толстый, толстый, толстый. Один, по сути, только на одном винте это все держится. Да череда всем, что материнская плата у тебя гуляет. Более того, не перекрутили две вот эти вот стойки стензов вот сюда. То есть, тут вообще пустота. Видишь, материнская плата, как бы, это не критично. Но это, вон, ее, как говорится, люфты есть. Зачем они нужны, когда мы говорим про хорошее компьютерное железо? Они не нужны. Поэтому эти моменты тоже сейчас символически устраним, чтобы уже было все по фэншую. Достанем, обслужим по-нормальному и убедимся. Кстати, видюха, посмотри, 590. Несмотря на то, что у нее температура хорошая, пыли-то в ней достаточно много. Не помешает бы ей тоже хотя бы такое поверхностное первичное обслуживание всего происходящее. В общем, пока что ничего страшного я не вижу. С компоном надеюсь, что все железо полностью рабочее. Сейчас после приведения марафета оно у нас заработает. И мы перейдем с вами к аппарату, который вообще, допустим, не включается. Там всегда какая-нибудь интрижка. Думал, сейчас легонечко просто обслужу на диагностику. Одно за одним тянется, одно берешь, там пылища. Короче, разобрал полностью. Вот остался, ничего не весит. Вот, по сути, этот аэркуловский корпус. Никит, кстати, здорово, это ты его болтом назвал? А? А? Но не все болты. А все болты у тебя, да? Каракол все болты. А как он называется реально этот корпус? Для меня болт. Для меня все корпусы болты. Ладно, я понял. Ладно, я понял. Сразу какие моментики. Вот смотрите, берется вот такая, очень часто в комплекте с корпусами идут. Вот берем одну вот эту красоту. Сюда выкручиваем, чтобы было все действительно как и положено. Знаешь, ну приятно. Приятно делать как надо. Выкручиваем. Так, вставляем. И все. Теперь можно будет пойти абсолютно все продуть. Влажными салфеточками протереть в случае чего. И аккуратненько. Он собирается достаточно, кстати, просто легко. Тут нету каких-то прям, знаете, извращенских подсветок, либо еще что-то. Все зрительно, как с любовью мы чистим компы. Ну это я честно не ожидал даже, что я до винтика разобрал. Но что делать? Нужно все и блочок, и видюху, раз мы уже начали. Тогда доделаем, чтобы был полноценно чистый эксперимент. Так что пойдемте, выдумай это все дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, друзья, я так увлекся диагностикой этого компа, что полностью его пересобрал. Вычистил его идеально и навел немножко красоты. Из теперь моментов у нас каждый кулерок прочистен. Продутый блок, продутая видюшечка. Все тут просто, ну, практически не пылинки. Из моментов я жесткий перекрутил чуть вниз, чтобы было побольше кислорода для видюшки. Чтобы провода там ей не мешали. Единственный момент, все равно видите, видите, немножко все равно видюха провисает. Достаточно тяжело, тут бы ей не помешала небольшая подставочка. Но это уже лирика. Сзади, ну, еще крышечку буду закрывать. Ну, просто аккуратненько. Просто теперь сборочка такая, какая она должна была быть. И главное, что температура у нас сейчас по логике вообще должна упасть. Термопаста NOMICA MX4. Давайте же проверять. То есть я сейчас закрываю опять полностью все крышки. Это все диагностика. Я еще, естественно, клиентам ничего не согласовывал. Ну, а что, даже если он откажется, по итогу будет ему вот такой вот подарок. Обратно я переделал все. Это тот случай, когда обратно уже не переделаешь. Но поскольку мы не делали ничего плохого, то в целом, я думаю, это хорошо. Но опять же, в зависимости от компьютера, в среднем вот такие вот работы стоят, если полностью выдавать всю пыль, там 2-3 тысячи, это вот такие вот процедуры стоят. Вот. Ну, даже если опять же, видите, это процесс диагностики. По сути, клиент еще ничего ни в коем случае не должен. Ну, просто уже по факту, скажем, как бы рекомендации такие. Если он скажет, ну, ничего страшного. То есть, своего рода, конечно, это не идеально. Но я подумал, сегодня 1 сентября, если что, будет подарок. Как бы... Да. Ну, с другой стороны, как мне кажется, разочек в свой компьютер проинвестировать там пару тысяч рублей, чтобы он, знаешь, стал поприятней. Да это здорово, на самом-то деле, в любом случае. Ну, и мне нужно убедиться. Нам все равно было менять термопасту так или иначе. Поэтому... Как по-другому? Никак. Все, крышечка закрылась. Это хорошо. А где теперь наша стекляшечка? Итак, друзья. Загрузились. Видюха, еще раз. Я не раскручивался. Пломб ее не снимал. Мало ли там, не дай бог, какие-то нюансы. Но он... Загрузились, друзья, в систему. И больно интересно посмотреть, как же теперь сейчас себя будет чувствовать 3600 Ryzen на том же охлаждении. Но уже с полной профилактикой. И вот мы красоту навели. У меня хорошие предчувствия. Но, опять же, мало ли какие там... Это вот наше прошлое. С вами помните, да? На чем остановились? 95 градусов. Закрываем. Смотрим. Сейчас состояние простое. Честно сказать, по-моему, так же, как и было. Ну, 43... Что у нас частота, нынешний, простой? Ну, вот, 4 ГГц, кстати, ничего себе, простой он. Смотрим. Врубаем. Страстест. Как ты думаешь, какие будут температуры? Слушай, я думаю, в районе... Ну, термопасты... 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 Там не было. Слушай, сразу... 71 сразу полетел. Сразу в гору растет. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, слушай, наши процедуры-то, несмотря на... Не особо-то это... Не особо-то... Сейчас смотрим. 3,8 мы пока турбимся чуть повыше. Но... Ну-ка, что у нас там с напряжением? Слушай, 1,2. Так, 76. Хорошо, все. В принципе, что мы теперь должны сделать? Поскольку мы прекрасно понимаем, что этот корпус, он не продумаем практически никак. У нас одна маленькая вертучка еле-еле пытается что-то... Ну, сама вертучка башенка может не вывозит. Ну, очевидно, что она не сильно вывозит. То есть, либо у нас еще какие-то нюансы и тонкости есть. Еще знаю, были такие моменты, связанные с нерадивой прошивкой биоса. Когда зашивался биос, малек не тот, и температура реально в гору летели. То есть, это тоже исключать нельзя. У Райзена такие моменты были, друзья. То есть, если бывало, зашивалась, ну скажем, не идеально совместимая прошивка под систему, температура... Слушайте, ну, высоко. Как раньше она работала? Высоко. Как раньше? Как раньше она работала? Термопаста, возможно, была не такая сухая, либо еще что-то. Потому что там она настолько либо сухая, либо такое ощущение, что ее очень было мало. И просто со временем это... Ну, все равно, смотри, видишь, какие температурки. То есть, ну, давайте оставим. Давайте оставим теперь, как бы тогда было... Через 4,5 минут у нас были проблемы, начались. Давай посмотрим, начнутся ли они. Но все равно температуру вы видите уже, да? 86. Что-то это прям не комильфо какое-то. Смотрим. А как их проблемы решать? Как что? Ну, у нас тут... Нет, смотри. У нас тут есть два... Нам нужно понять, по какой причине у нас такие моменты происходят. Если это происходит действительно из-за того, что не хватает охлада каким-то чудом, хотя сейчас там свежая термопаста, и, в принципе, его должно хватать на такие моменты. А вот то, что оно у нас просто без остановки растет, может быть действительно связано не с охлаждением. То есть, если охлад, то мы делаем просто лучше охлад. Если не охлад, мы начинаем дальше разбираться. С бесом начнем? Да, да. Скорее всего, я посмотрю какая стоит прошивочка, надо было заранее даже возможно посмотреть. Но я логично всегда, когда температуры охлад сначала проверить, ничего тут пока мы идем шаг за шагом с вами. Но уже 90 градусов, можете согласитесь, никуда не годится спустя две минуты. Это при том, что абсолютно, конечно, прижимчиво. Да, конечно, прижимчиво я проверю, но вот эти вот мои изыски визуальные, к сожалению, никак не помогли. Хорошо, ну дождемся, да, в принципе тут даже можно не дожидаться, потому что, эх, да, да, температура 92 градуса, у нас прям какая-то грусть-печаль. Хорошо, идем в BIOS. Быстрее, 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 быстрее. 41, 61, 81 и перезагрузка. Друзья, другой BIOS, чистенькая система, вообще ничего не помогло. Я думал, мы сейчас следующий ком был смотреть, но нет, мы походу с сегодняшним роликом остановимся на этом. Таинственность. Таинственность, то есть вообще ничего не изменилось, хотя, ну, однозначно должно было быть в разы лучше. Поэтому что делать, опять лезу внутрь. Теперь вертушечку меняем. Ну, сейчас, да, какие-то эксперименты будем производить с вами. Интересно, действительно, полностью сложный. Уже исключили даже варианты. Но, опять же, на этой конкретной материнской плате с этим процессором не нужно было ни откатывать, ни прошевать, потому что там бывали просто некоторые BIOS, некоторые продцы, которые говорили, что стоит все, что там бывало. А тебе приходилось даже откатывать BIOS, чтобы он нормально работал по практике. Проблемы с самим процессором, что он сам себя. Да, бывает и сам проц, бывает и деградация процессора, и охлада, поэтому мы сейчас все по порядку с вами. Охлад меняем, конечно. Такой классный, красивый. Такой классный системничка, и все равно какая-то проблема в нем остается. Может быть просто корпус, в общем, сейчас будем экспериментировать. СМИ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем наши эксперименты, друзья. Прижим был просто идеальный, только взгляните на этом простом охладе, который никак не вывозил. Что было сделано сейчас в качестве такой, знаешь, отметки? Взял абсолютно новый X6BV2, вещица, которая PC-кулера должна, знаешь, 160 Вт тепла отводить, чудом, то есть запасом. У нас, чтобы вы понимали, по мощности кушает розенок 90 Вт, ну то есть запасом, да? Сейчас эта штуковина установлена, огроменная. И даже она, даже она до 89 прогревала проц в этой всей печке. Но уже 25 минут стресс-теста, то есть формально проблема решена. То есть изначально, с чем пришел человек, он сейчас не выключается. Но, естественно, есть некоторые но, друзья. Во-первых, я нашел этого душнилу в ДНСе. Этот зараза называется Aircool Streak. Он на самом деле просто простой, аккуратный, симпатичный корпус за 2900. Но это как раз тот случай, друзья, когда, ну, он бы прекрасно подошел под какую-нибудь простенькую сборку, офисную сборку, под какой-нибудь комп, который, ну, нет у него таких температур. Но вот в этой конфигурации, в конфигурации игровой, ему настолько плохо железу, что даже представить себе невозможно. Да, 80 градусов при пауэр-тесте оси сети, друзья, это допустимо, это нормально. И, конечно, в рабочих задачах столько не будет. То есть, но вы должны понимать, что какие теперь варианты у клиента. По факту нам только по-хорошему менять охлад, потому что, ну, этот ни в какую уже не вывозит вот эту всю ситуацию. Смена термопасты, как мы видим, не помогает. Этот огроменный корпус, к сожалению, не универсален. И большая башня, вот такая, как V2, вот эта вот наша подружка, она сюда, вот если ты сверху наведешься, она сюда даже не влазит. То есть, стекло на изгиб немножко, акрильчик. То есть, есть небольшой такой момент, присущий этой штуковине. Получается, что нам сейчас нужно с клиентом согласовать башенку. Скорее всего, что-то возьмем трехтрубочное. Тут целых пять медных теплоотводящих трубок. Тоже потестируем. Есть несколько вариантов. Новый корпус. Проблема в том, что он дороже. Новый кулер. Он подешевле. И, в принципе, можно будет работать. Да, температура все равно будет не идеальной. Но хотя бы не будет вырубаться, будет вполне себе работа трудиться. Либо и новый корпус, и новый кулер, и андервольтинг еще нормально. Можно что-нибудь, знаете, немножко поскинуть. Там зафиксировать частоты какие-нибудь. То есть, побаловаться уже настройками биоса. Но если мы не берем во внимание как раз-таки андервольдинги всякие, когда мы будем действительно понижать напряжение, чтобы просто было холоднее, искать вот эти балансы, разгоны. Не дай бог там биос сбросится у человека, все это слетит. То вот чтобы работало все с коробки, нам ни в коем случае оставлять вот в такой конфигурации родной нельзя. То есть, так или иначе сейчас либо охлад менять, либо корпус, либо и то, и другое, чтобы он хоть как-то немножко себя чувствовал похолоднее. И самые важные выводы, которые мы делаем из этого, то, что, получается, задушило. Задушило конфигурацию этого компьютера саму себя. Какой был бы он работал? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я на самом деле, мне сложно понять, как он так нормально работал до этого, все это время, и не вырубался. Ну, наверное, до тех пор, пока термопаста еще была более-менее в хорошем состоянии, не так быстро температуры повышались. Но, как вы видели, у нас он вырубился, и даже после смены термопасты, и даже там 200-ые гаммаксы не подходят, тоже 95 градусов колелся и врубался. Поэтому сейчас еще последний эксперимент поставлю подходящий по размерам охлаждения, и, может быть, еще посмотрю на выдув чуть побольше вертушку. Можно еще поэкспериментировать поставить на вдув, но знаешь, проблема этих корпусов, в чем заключается? То, что они практически непродуваемые. Здесь, видишь, полностью монолит, маленький тут уголочек, и вроде якобы снизу он должен что-то там засасывать, но, по-моему, он засасывает только грусть и печаль снизу, и действительно не охлаждает эту штуковину. Ну, последний эксперимент, сейчас вертушечку все-таки, чтобы какая-то циркуляция была, повесим якобы на вдув снизу, чтобы он все-таки брал, тянул немножко воздуха. Здесь, если найдем побольше, повесим, ну и какой-то оптимальный охлад по размерам, чтобы, ну, называется, вышло все-таки не так дорого, потому что хороший корпус, действительно, это минимум, наверное, рубля сейчас 3,5-4 в легкую отдавать только за один корпус. А по-хорошему, ну, оставлять даже с таким охладом, ну, такое себе, 3,600 и даже в хорошем корпусе. Поэтому сейчас разные варианты протестируем, и уже финальное решение какое-то примем с вами, как он будет работать. То есть железо все исправно, но очень-очень горячее в этой конфигурации. Так, мы уже полетели за 300 гаммаксом на наши дальнейшие эксперименты, но сейчас я просто, чтобы вы понимали, зацените, да, 3 минуты стресс-теста, у нас уже почти опять 95 градусов, при этом мы сейчас напряжение понизили, то есть у нас сейчас меньше, по частотам тоже, вот у нас сейчас 3,5-3,6, там просто отрубили турбобуст, температуры все равно растут, при этом, чтобы ты понимал, вертушка на вдув, настолько, насколько она там есть, работает, и очень креативно сделана, взял вот этот боксовый вариант, Никитов говорит, давай проэкспериментируем, что мы сделали, мы открутили, это обычный 90 миллиметров вертушка от Кулер Мастера, вот, и она сюда прекрасно подошла, то есть здесь как раз-таки 90 миллиметров, это... Но башня ее родная, да, старенькая? Да, да, то есть я просто родную башню мы раскрутили, и на выдув поставили, он как раз 4-пиновый, он лучше дует... И вот эта башня ее родная? Нет, это башня родная, это Гамакс 200-й, это просто я к тому, что кулер на вдув, 200-й Гамакс, и еще на выдув 90 миллиметров, вот эта родная, вообще по барабану, то есть он что так, что так, то есть, ну, получше стало, то есть он медленнее нагревается, но все равно сильно нагревается, то есть, казалось бы, сейчас, по нарастающей, сейчас 300-й Гамакс поставим, посмотрим, как он себя будет чувствовать, то есть, в принципе, понятное дело, вот в такой конфигурации он будет дольше работать, чем у него работал, но все равно вот стой, огромный вот эта башня, она не влазит, то есть, хорошая, то есть у нас... О, вон, опять он потух, это при том, при всем, друзья, то, что, еще раз говорю, уже и напряжение понизили, то есть уже андервольтнули его, и все равно ему по барабану, все равно ему по барабану, уже и на вдув, и на выдув получше стоит, и все равно по барабану, то есть, 200-й тут, ну, никак не справляется с этим делом, но поскольку он был под рукой, я решил затестить, поэтому следующий кадр, это 300-й, и уже какие-то финальные выводы, потому что я, честно говоря, даже не думал, что настолько мы сейчас с этими температурами тут зависнем, но прям зависли конкретно, дело, в принципе, да, прям идеальную конфигурацию найти, чувствую, это все закончится реально другим корпусом, ну, ладно, это уже лирика, но посмотри, как красиво здесь стоит на Миндэшн, то есть, если что, небольшой лофхак, можно спокойно использовать, это обычный 90 мм от Кулер Мастера, то есть, вот эта вот вертушка, она 4-х пиновая, она регулируемая, то есть, можно и побольше, и поменьше ей задавать при желании, то есть, такое решение абсолютно нормально, кстати, этот кожух, если что, снимается, это вообще обычная вертушка, то есть, просто безупречно идеально, 300-й в бой. Друзья, Гаммакс 300-й установлен, две вертушки уже работают на вот этот вот вдув, ну, вроде как, какая-то тяга, наверное, снизу откуда-то должна идти быть, на выдув есть, то есть, сейчас мы установили сюда, тот кулер, который хотя бы по высоте влезает, максимально хороший, напомню, то, что у этого заявленный отвод, 130 ватт тепла, то есть, ну, неплохо, неплохо, понятное дело, что в реале это поменьше, но, тем не менее, у нас мы потребляем с вами, как я сказал, 80 ватт, и вы посмотрите на температуру, 92-93, 93 градуса максимально поднималось, то есть, мы сбросили, вот, да, уже 12 минут стресс-теста, то есть, формально, проблема, он врубаться у человека не будет, скорее всего, все будет нормально, но это жесть, это просто какая-то катастрофическая печка невероятных абсолютно температур, и к чему мы пришли, мы сделали все, что возможно, вот в рамках этого корпуса, потому что, дальнейшие какие-то манипроизводства, более крутой охлад сюда не поставишь, вертушек больше, там, на вдув, тут просто нету, все, я занял все места на вдув, единственное место на выдув, и поставили оптимально хороший охлад, ну, то есть, гаммакс-300, это классика жанра, который, ну, должен это все нормально выдувать, более-менее, и хотя бы он влазит в этот корпус по высоте, что можем сделать ради эксперимента еще, смотри, мы, конечно, снимаем крышку, вот если мы снимаем крышку, вот наглядно, ты можешь посмотреть на температуры, вот сейчас у нас там 93 градуса, работает все по процу, да, на полном стресс-тесте, фигачит он, открываем крышку, и он наглядно, прям смотри на эти температуры, мы сейчас с тобой прям быстренько, быстренько упадем, то есть, вон, 88 уже пошла, 87, и так, так жить можно, да, так вот, 89, тядая, 85, нормально, то есть, так, в принципе, падает, так пользоваться можно, другой вопрос, вернуть обратно сейчас его боксовые, с открытой крышкой, возможно, он бы так же нормально работал, просто с открытой крышкой, нормально ли это, нормальный, это вариант работы с открытой крышкой, минус, какие, акустически, он теперь шумный, эстетически, он теперь странный, и, ну, до 80, до 80 уже температура упала, и все равно, как ни крути, мы имеем с вами, что имеем, в этой ситуации, я уже сейчас, я до этого клиенту звонил, ситуацию объяснял, говорю, экспериментируем, вот, остается еще раз позвониться клиенту, и по факту, то есть, варианты, действительно взять другой корпусочек, от 3,5 до 4 тысяч рублей, можно какой-нибудь там, power case взять, который будет нормально полностью с вертушками продуваться, ему будет однозначно лучше, оставить, допустим, чуть-чуть получше башенку, и в целом, абсолютно будет рабочий вариант, либо уже думать с клиентом, может он может работать с открытой крышкой, вернуть обратно его все, вообще ничего не вытворять, просто реально заменить термопасту, и пусть все с открытой крышкой, он, кстати, давай последнее, что мы сделаем, что надо сделать, его вернем запчасти, просто его, получается, охлад, мы сейчас достанем все эти, я отключу эти вертушки, просто с открытой крышкой посмотрим, то есть, если самая дешевая, интересно, а тут по факту, потому что я уже, чтобы клиенту полностью сказал, то есть, самый дешевый вариант, просто давайте мы в вашу обратную вернем, замене термопасты, будьте с открытой крышкой пользы, чтобы денег не тратить, доктор, у меня нога болит, когда я ее трогаю, вы не трогайте ее, ну, я к тому, что, ну, надо же, то есть, по факту, вот эта конфигурация рабочая, но это, я не доволен абсолютно, то есть, при том, что, еще раз говорю, у нас сейчас турбобуст 3.6, то есть, мы ничего, вернее, не турбимся, у нас все в стоке, у нас все хорошо, и такие вещи, жесть просто, просто жесть, значит, друзья, во-первых, перед тем, да, полностью открытая крышка, боксовый охлад, это уже мы свой тоже положили, 95-25 максимальная температура, то есть, он еще поработает, я думаю, и опять потухнет, в общем, это решение точно не рабочее, кулер надо менять однозначно, открывать крышку, тут можно поставить 300 гаммокс, открыть крышку, и будет нормально, если это можно назвать нормально, по итогу, жесть, полная, причем, только замена целиком корпуса, нормального охлада, чтобы все это идеально продувалось, и я официально заявляю, этот Aircool, вот этот, как он там назывался, Strik, Strik, просто, самый душный корпус, из последних, которых я держал в руках, это просто, что-то невероятное, но опять же, сделал небольшую пометочку, друзья, мы должны учитывать несколько факторов, во-первых, температура еще часто зависит от материнки, потому что у него там свои настроечки, она по-разному может с протцом взаимодействовать, и от протца, бывают протцы, которые тоже деградируют, и температура у них выше, чем у их собратьев, причем у одного такого же процессора, поэтому не исключено, что тут такое, знаешь, не просто, корпус однозначно идеально не подходит сюда, идеально не подходит, но и какие-нибудь еще доп. факторы говорят о том, что надо делать все прям идеально, чтобы работало хорошо, и все-таки проинвестировать этот агрегат, буду с клиентом обсуждать, посмотрим, что он решит, то есть работать уже в принципе можно, с открытой крышкой, замененным кулером, относительно бюджетно, но все равно, 94 градуса, какой кошмар, и знаете, на чем мы закончим, это, и в общем, я грущу, я думал, я его сейчас за полчасика, быстренько там перекручу, мы термопасочку поменяем, и к следующему посмотрим, в итоге целый день, целый день экспериментов, с какой-то жестью, и ребята сейчас меня подзывают, говорят, Даня, зацени, у них тоже, тут тоже заказ, перегревается и выключается, только здесь у нас 1150, это хваст 4790, кей тут? Да, 4790. Кей, и ты только взгляни, вот на эту ерунду, тут еще есть второй такой, просто, чувак, как решил вопрос, тоже крышка, наверное, отпадала, либо я не знаю, что они там прикручивали, вентилятор, вентиль, просто взял, настоящий, огроменный, просто, что-то, саморез, да, наверное, и просто пробахал, а, что бы нет, и паук даже успел тут сплести, ну, он просто врубал, а, он, кстати, да, он работает при 100 градусах, он даже, наверное, не троттлит, 4790 кей, при 100 градусов даже не троттлит, у ребят, в общем, вот такие, есть фонарик, подсвети, да, я подсвечу тебе паути, подсвети, подсвети паутинку, пока я просто слезы радости вытру, от того, что весь мой сегодняшний, первый сентябрь, тяжелый день, воистину, да ладно, намотай просто ее на палец, вот так вот, на палец ее намотай, вот, значит, друзья, 1 сентября, тяжело, тяжело начался, идет, и закончится, наверное, тоже, просто туго, 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 абсолютно все идет, но темно интереснее, вы сегодня посмотрели, как не нужно делать, в прямом смысле этого слова, так диагностировать долго такие вещи, и, конечно, зачем я наводил красоту, когда все равно сейчас такой, в другой корпус, наверное, пойдет, либо еще что-то, но так иногда бывает, и учитывайте, если вы собираете подобного рода системы, на таких процессорах, с такими видеокарточками, в таких вот душных обстоятельствах, то будьте готовы, то, что калится вы будете достаточно прилично, с такими проблемами в теории, можете столкнуться, поэтому, ну, немножко полезненького добыло, на практике мы с вами посмотрели, что, как не стоит, друзья, по итогу делать, парочку компромиссных решений нашли, но я ими недоволен, поэтому будем обсуждать с клиентом полноценное уже, знаешь, такое правильное, грамотное, взвешенное решение, спасибо, и увидимся с вами непосредственно уже во втором сентября, завтра, когда будет что-то новенькое, вот, ну, и дальнейшую судьбу, наверное, фоточку где-нибудь тоже выложу, что по итогу там с ним получится, в зависимости от того, какой бюджет у клиента, что он по итогу хочет, хотя бы у нас теперь есть полноценная информация, при каких условиях он работает, а при каких вообще он не хочет работать, все, я все сказал, до новых компьютерных встреч, друзья, берегите свои Aircoolы, Ryzen, вот, RX, и прежде всего, свои нервы, потому что вот они точно не восстанавливаются, как термопасточку, заменить их не получится, пока-пока.